Первый, помните, этаж, на котором размещались поликлиники, магазины, детские сады, трансформаторные, бойлерные, вообще что-то там не было. И под ними еще были достаточно часто подвалы. Что в этих случаях, как с правами собственности? Ну, должна вам сказать, что если в государственном акте отвода в разрешении на строительство выдать на Мосгорисполкома и любым исполком любого города, указано, что город УКС, правильный капитального строительства, участвует в этом. И обычно написано строительство девятиэтажного жилого дома, на сколько-то квартир с магазином и чем-то там. Ну, значит, у Кранки первый этаж принадлежит правительству Москвы. Ну, правильный, в общем, город. А это значит, достаточно часто, что и подвал весь или частью принадлежит ей мужу. Значит, это возможно. Но в большинстве жилых домов нет вообще ничего. Никаких первых этажей, не заняты ничем. Но есть подвалы. Как я вам говорила, подвал у нас отделяется от вообще однородной действительности фундаментными блоками. И вот тут наступает интересная вещь. Производство Москвы сдаёт, пока спят все товарищи, Значит, подвал или полуподвал сдаёт кому-нибудь в аренду или продаёт. И товарищи вдруг с ужасом видят, товарищи, что из подвала начинают таскать, вот уровень полуподвала, начинают вытаскивать в огромное количество землю. Наконец, кто-то из жильцов отправляется, глядя, в чём дело, и обнаруживает, что, боже мой, вырыли ниже подошвы, подошвы, то есть опустили пол ниже подошвы фундамента. Вот эта часть называется подошвы фундамента. Закон с ним запрещает располагать пол на нижней отметке подошвы фундамента и, тем более, изображать и делать новый пол ниже этой отметки, вот этой вот отметки. В связи с тем, ну, вам, наверное, понятно, потому что фундамент распределяет давление, вес его дома и на вот эту самую плоскость огромную. И как только вы вырезаете тот кусок, возможно, подвижка фундамента вместе со стенами, она совершенно гибкостью не обладает, если мы сделаем никакой, вот, и, в общем, улучшение конструкции дома. Значит, как жители, вы должны за этим пристально следить. Никаких таких случаев обращаются в иниверситетную техническую инспекцию, ну, требуют от управы сейчас на них, возможно, обязаны за этим следить. Вызываете управляющую организацию, спрашиваете, где у нее глаза, и так далее. И, конечно, завариваете двери и не пускаете эти лук умников, пока у вас был неровный окончательный. Вот первое требование к подвалам, что плоскость пола подвала не может быть ниже подошвы фундамента. Ни при каких обстоятельствах. Ну, подъедемся немножко выше, доберемся до чердаков. Как мы их используем? Ну, прежде всего, верхний этаж имеет полное право получить разрешение на достроить себе, значит, второй уровень квартиры. Это, пожалуйста. В принципе, эти действия требуют согласия общего собрания, потому что чердак – это общее имущество, и поэтому, если вы достраиваете, то вы ориендуете тем самым частью общее имущество, и нужно как-то решить вот этот целый датримониальный вопрос. Кому платить за аренду вот этой новой плоскости? Ну, есть известное скандальное питерское дело, где замначальника, считай, не жилищной инспекции, или, например, выбрать, или, чё-то, в милинг-горосполкома себе наглое, молодое, значит, такое бюрократическое дарование себе при спокойном старинном доме построил, и перерезал им там какие-то коммуникации в этом четвергом, и ничего. Самый справедливый петербургский суд сказал, что всё было правильно. Я вам скажу, что ошибка собственника была в том, что они не вооружились ломом и тросиком, и не снесли, так как это незаконное строительство, а самовольное строительство подлежит сносу. Кем? Собственникам. Собственники чердака. Кто были? Женщины. Значит, надо было реализовывать своё право, а не бегать по инстанциям. Бегать всегда можно успеть. Итак, мы можем сделать на чердаке с разрешением общего собрания. Значит, вот у нас квартирка наша, у меня это двери есть, мы устраиваем какую-то лестницу, и очень условно рисуем, такое не может быть. И вот на нашем чердаке выстраиваюсь или мансарду, значит, или какую-нибудь и новую комнату, ниже, выше и так далее. Это один способ. Второй способ. За те же деньги можно устроить на чердаке общее пространство. Я жила в таком доме в Риге, где был таким образом реализован чердак, превращён в общественное помещение. Жители скидывались, и постепенно, то он был П-образный, 19 века, с ним очень много было возник, но постепенно скинувшись, наш народ освоил сначала этот участок чердака, потом вот этот участок, потом этот, и я уже, когда уезжал, уже вот этот. Это была дополнительная огромная площадь, которую использовали мы для цели дома, прежде всего, ну и для того, чтобы сдавать в аренду художнику, там, по фотоотеррию у нас было такого художественного, значит, они платили аренду оплату, и эта аренда оплата шла на то, что дальше делать. Это никак не отражалось на квартлате в силу того, что пока еще были бесконечные единопременные затраты. Вот, пожалуйста, это такой чердак. Это одно из скатным крови. А что же делать? Помните, мы разбирались в том, в прошлый раз, недостатки плоских крови, которые, частичность, которые покрытие и сами кровные материалы крайне низкого качества, и сама конструкция в наших условиях имеет существенные недостатки. Дело в том, что плоские крови, как вы знаете, пришли нам с юга, там, где достаточно редко бывает дождь, и используется эта площадь для того, чтобы прохладными ночами там спать и так далее. и потом это было веяние такое французское, в первую очередь, эпохи конструктивизма. Считалось, что хорошо выполнение плоской кровли, они экономичнее, скатных, за которыми нужно очень ухаживать, и они требуют значительных расходов. Ну, как все у нас стране, перенятая, значит, из-за рубежа, извращается на камню. А потом говорят, что они на Западе ничего не умеют делать, они еще уже не диверсанты. Там могу рассказать печальную историю одного из ведущих строителей, Макнитоборск, российского архитектора, который приехал принципиально строить город, да, рабочий, город социализма, прекрасный, кстати, плавкорно-строитель, и который семь лет побычился с качеством нашего строительства и строительных материалов, глюнул и уехал в Южную Афру. И там, значит, Притурия славится этими строениями эпохи конструктивизма. Только Израиль их переплюнул в этом смысле, а в Притурии вообще, и в Аганесбурге, и так далее, и сумминные. Это он так же развращивался в бурную деятельность. Так что конечно это не очень удачные конструкции, но их этого, этот недостаток можно исправить. В Молдарии, например, эти кровли как раз плоские крыши сами по себе, в части домов в 60-х годах, как я вам говорила, они не имеют практически внутричердачного пространства, там 40 сантиметров всего. то есть тогда невозможно не заползти, а тут перекрытие идут. Тут внизу. И сверху рулонные материалы. Тонюсенькие толпуем, и что-то присыпано немножко гравьеры. Ну вот, обычно там устраивают на такой кровле делают ее скатной. То есть просто выстраивают скатной с естественным водостоком. Чем? Раз она всегда избавляется от затеканий, протеканий и парапетов, которые нас тоже не умеют держать, вести и прочее. Вот, пожалуйста. Невысокие, это очень низкие, это метр двадцать в коньке, ну, достаточно для того, чтобы стекала вода, если можно и формировать внутренние водостоки, и лежал снег и так далее. Простейшая причем конструкция из-за решетки и деревянных досок горбели и сверху специальным образом закрыты кровельными качественными материалами. Здесь почему-то никому не приходит в голову. Может быть потому, что все ждут милости от природы в лице политического, которое всегда на что-нибудь дадут деньги, а пока не дадут за подлог. У меня во время выпранной компании была история в Нижегородском районе неплохой домик, прямо скажем, во всех смыслах, и весь затекает. И когда мы спросили, что это они не делают сами ремонт и счета не выставят, нам это гордо сказать, долго рассказывали, выясняли все подробности. Нет, я буду мокнуть, а они мне сделают. При этой логике понимаете, какие сказанные проблемы. Про что использовали чердак. Опять, чердаками это только решение общего собрания. То есть это жители должны решить, что они могут использовать чердак в своих оборок целях, например, избежание бесконечных ремонтов. И, естественно, чердаки можно настраивать в легких конструкциях, как это называется, для чего? Для коммерческого использования, то есть для сдачи шестого этажа от офиса. 229-е постановление до 19-го года отряда. Что? Разрешаю? Нет. Запрещено выходить из Габрии. А зачем? Ой, я вас умоляю, с московскими эти указания, давайте это. У нас есть федеральное законодательство и мало ли чего этим самым свинарком и постоком пришло в голову после крепкой покойки в Кремле. Я вас умоляю. Мало ли, что нельзя. А надстройки как же сейчас делают и бегают? А это условно делать, извините. Я не знаю этих фамилий, вам рекомендую не знать. Они только функция. Он лично делает, покажите мне, как он выходит с козлом, козел, это устройство для переноски и отмечает. Вот, на крышу и по ночам днув. Миллион 500 метров в год он надстраивает жилья в Москве. Он ничего не надстраивает. Я вас умоляю. Мы миллион 200 делаем, какой миллион квадратных метров? Миллион 200 мы с трудом сделали в 13-м году всего, из которого 95% коммерческое жилье. не так. Понятно, да? Я вам рассказываю про то, как надо мыслить. Потому что деньги наши, а не тогда мы выгоним товарищей уснулиных и прочих берегов, которые у нас размножаются почкованием, как вы знаете. Вот результат чего у нас паразитарная паразитарная система управления. Это очень хорошая идея, но в легких конструкциях это из-за фундамента. Вот эти самые сэндвичи, о которых мы с вами говорили, вот они используются в таких случаях. Дело в том, что офисы работают, как известно, с 8 до 5, 9 до 6, и серии будут лучше отапливаться или вовсе или померзно. Это такой вопрос простейший. Но конечно вхождение воверку, зависит от изоляции, люди бесполезно объяснять, когда они в жизни этого не видели и не испытывали. Я неоднократно встречала раздражение такого плана, чтобы у меня над головой стучало и при этом приходят на прием, потому что платить уже нет сил, нет денег платить за квартиру. Когда пытаешься объяснить, что современные методы строительства позволяют вообще свести на нет этот какой ступ ну это дико это слушать, понимаете, бесполезно, люди просто этого не понимают, не хотят понимать, они просто не хотят перемен. Ну пусть и платят и дальше тут я не наставила. Последний способ ничего общего с надстройкой чердаков не имеющий это вот эти самые надстройки имени московского правительства, которые на самом деле представляют собой известную конструкцию называется рама на раме для исторического еще около усора. вот вот ваш домик у него есть мундамин вот как-то так вот хочется надстроить старинных зданий и в старых у нас много в Москве очень много надстроек вы просто их не видите в эпоху сразу после войны надстраивалось огромное количество зданий и я выросла в Кишиневе могу сказать что у нас была соответствующая гостиница где Андрей Батбюс останавливался перед тем как поехать там знаменитые тогда восстань она надстроена приехала через фон же там родился так обозрела родной город и сразу два этажа начнется в гостиницу надстроили почему фундаменты позволяли никого укрепления не требовалось и таких зданий естественно было много потому что возможности были ограничены и надо было это делать это очень разумно мой дом можно бестребрить надстроить так как фундаменты под восемь этажей а сделано пять но не все такие дома таких немного в целом поэтому идея надстройки ворска как вообще все в строительстве вот делается вот такая рама к дому такие прислонятые отдельные отдельные бундаменты прислоняют такие колодки на них кладут ригели и сверху на них к этому топот не имеет никакого отношения то есть вот стена а тут колонна из железобетона и с той стороны стены и тут колонна из железобетона это конструкция связана вот так ригелем над домом вот он этот ригель и между собой то есть между следующей колонной и на вот эту раму сверху сажать дом никаких проблем есть такое только что знание здание вот наверху посажен трехпалубный корабль длинный 240 метров настоящая шутка с бассейнами только волны не ведут знаменитые здания вот он поэтому принципы исполнит само здание само по себе а кораблик он сам по себе сидит на раме а рама приезжата к дому вам они работают вместе вот это вот эти надстройки это надстройки но такие возможные единственное что я могу сказать что жители в силу отсутствия полного знания не используют возможности вот эти храм никаким образом и даже не понимают что можно использовать естественно не пристают московскому правительству я вам скажу между каждой из этих колонн можно требовать устройства вам в балькона наше торчат вот он торчит вот колонна вот ваш дом вот он тут окошечки вы тут живете а они тянут эту конструкцию чтобы над вами сделать какое-то количество на здоровье а чего оно тут так просто стоит перед нашей чьи-то этажи держит давайте врежем в него форме консоли балкон что такое балкон это односторонняя консоль консоль что это такое это балка во что-то горизонтальная всегда балка которая сажата какой-либо конструкцией вот и пусть мне балкончик тут сделают метров 14 и так вокруг дома этим хорошо и нам прекрасно не ну такой творческий мысли нет потому что пусть нет если вы придете вы увидите как изменится его лицо истерег какие нет нет они хотели скажут житель нет вот сама верхняя вот эта конструкция как ни странно мне не очень экономически вот это понятно я девушка очень такая тупая не их расселяют наверх потому что у них там по две семьи в одной хатке да нет а кого там но при этом почему-то кредит у товарищей жильцов вот я не поняла эту схему да но при этом мы с вами не 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 то что понимаете вот у вас есть ему 15 лет но уже понятно что из него выйдет поэтому надо срочно на него выше крыши да там пусть у нас такой жена лужкова они уже даже продали 5 этажей ну вот она это она по ней тюрьма платье на параде это особая девушка а что у них 8 квартир в 16 этажном доме вы знаете там где она живет 8 квартир вот то есть понятно когда вы вкладываете деньги вот и вы таким образом улучшаете качество своего жилища его потребительские свойства оно не становится больше 40 метров вот потому что это вот такое вот но вы получаете фактически третью комнату как обычный дел в нормальных республиках они у нас вот такое да а 229 постановление отменим и не исполняем а что вы обязаны его исполнить а что можно построить иметь 4 этажа и еще 4 сверху да хоть 16 не чтобы не конструкция извините а что воздух ваше пространство ваше река или это принадлежит горло или коммуне государство а мое пространство оно прямой примыкает какое пространство ну вот возьмите у нас на краснопреснец краснопреснец в этом преснец сломали настройку причем дорого стоит его ломать сломали а вот здесь у нас дом 30 дайкон на пятницкой тоже нахально подстроил второй этаж у спера нахально построил первый этаж на меня еще потом как-то плохо и косо смотрел он взял и построил это так и было ваше一樣 и второго этажа и ваше